Интервью с руководителем отдела мужской остросюжетной литературы издательства Эксмо Книги Культура 11.59, 4 марта 2015 года реклама Ольвер Пёч В тренде средневекового детектива интервью с руководителем отдела мужской остросюжетной литературы издательства Эксмо Объявленный в России год литературы не позволяет обойти тему популярных жанров и книжных новинок Еще со времен Умберта Эко, Дэна Брауна и Бориса Акунина особой любовью у читателей пользуется исторический детектив Сегодня ярким представителем этого жанра является Оливер Пёч, чьи романы о палаче и его дочери не раз становились лидерами продаж в интернет-магазине Amazon и переведены на 18 языков мира О популярности исторического детектива, секрете успеха книг потомка именитых баварских палачей и особенностях жанра говорит начальник отдела мужской остросюжетной литературы издательства Эксмо Евгений Соловьев Евгений, исторический детектив сегодня крайне популярен На ваш взгляд, чем это обусловлено? На самом деле я бы не сказал, что сегодня исторический детектив переживает эпоху своего расцвета Действительно значимых успехов в этом жанре на российском книжном рынке не так много Отчасти это связано с тем, что поклонники остросюжетной прозы предпочитают современные темы и реалии нашего времени Отчасти со сложностью написания исторических детективов Ведь помимо оригинального сюжета, который способен удержать внимание читателя от первой до последней страницы Хороший исторический детектив должен красочно и достоверно передавать эпоху, которую он посвящен А для этого автору недостаточно одного только литературного таланта Он вынужден потратить немало сил и времени на то, чтобы обзавестись багажом необходимых исторических знаний Кто сегодня представляет алимп авторов в жанре исторического детектива? Классическим историческим детективом можно считать знаменитую книгу Умберта Эка «Имя Розы» Также, яркими представителями жанра можно назвать Бориса Акунина, Рари Клеменса, Ена Пирса, Каджес Инцома и, безусловно, Оливера Печа Для Эксма перспективы издания книг именно этого автора были очевидны сразу В чем же вы увидели привлекательность книг Печа для читателя? Обычными детективами сегодня особо никого не удивишь Слишком высокая конкуренция на рынке Обязательно должна быть какая-то новизна, изюминка И в этом смысле книги Оливера Печа стали настоящей находкой Вы только представьте себе детектив о средневековой Баварии В котором главный персонаж, расследующий таинственные полумистические убийства Не кто-нибудь, а городской палач Казалось бы, такая, мягко говоря, нетривиальная профессия Должна накладывать определенные отпечатки на личность человека Но не вяжется палач в сознании современного обывателя С образом главного положительного героя А Печу удалось доказать, что наши представления об этой профессии Весьма далеки от истины Лично я прочитал первую книгу «Дочь палача» за одну ночь Так мастерски правдоподобно и захватывающе она написана Очень колоритные персонажи Достоверное описание быта и атмосферы средневекового баварского городка Нет ничего удивительного в том, что Оливер Печ получил признание во всем мире Его тетралогия стала одним из лидеров продаж на сайте Amazon И переведена более чем на 18 языков Популярность Печа подтверждается какими-то цифрами Например, количеством проданных экземпляров Конечно Во всем мире продано более 2,5 млн экземпляров книг Оливера Печа В России на данный момент мы продали чуть больше 30 тысяч экземпляров После выхода первой книги «Дочь палача» в издательство пришло множество восторженных писем от читателей с вопросом Будет ли продолжение? И как вы можете охарактеризовать героев? Как я уже говорил, один из главных героев Оливера Печа, грозный палач Этакий брутальный мужчина по имени Яков Куизль, которого все вокруг опасаются Известно, что в среднее веко палача считали сообщником дьявола и старались избегать общения с ним Та же участь постигла и Якова Естественно, он проницателен, силен, умен и справедлив Тут автор не посмел нарушить классических детективных канонов Помогает Куизлю родная дочь, обоворожительная красавица Магдалена В каждой книге палач и его дочь расследуют загадочные убийства Случившиеся в баварском городке Шангау и близлежащих окрестностях Главный герой – палач, это действительно интересно Но явно недостаточно для мирового успеха Можете назвать другие достоинства этих романов, помимо нестандартных героев Для меня одним из главных достоинств романов Печа является максимальная достоверность С которой он описывает жизнь средневековой Баварии У него нет романтических прикрас, надуманных элементов, нелепых сочинительств и несуразицы Когда герой средневековой эпохи вдруг начинает размышлять как современный человек У Печа все подчинено законам того времени, о котором он пишет Помои выливают прямо на улицу под ноги пешеходу Высокая детская смертность, низкая грамотность и культура населения Но именно это и завораживает настоящая атмосфера готического средневековья Эти книги можно даже назвать шокирующе достоверными А откуда у молодого немецкого писателя такие богатые исторические познания? Он не только талантливый писатель, но и историк по образованию Безусловно, помимо таланта, у Оливера Печа есть и кое-что еще Он сам является потомком одной из древнейших европейских династий палачей Служивших в течение нескольких веков С. 16 по 19 в баварском городке Шамгау Печа долгое время изучал семейные архивы Итогом кропотливого исследования жизни предков стала серия книг о палаче Якове Куизле Печ как бы пытается реабилитировать прошлое своих прадедов Ведь в глазах миллионов людей палач – это, по сути, убийца Между тем мало кто знает, что в среде этих заплечных дел мастеров существовали весьма строгие законы чести Какие книги Оливера Печа вышли сегодня в Эксмо? В начале 2013 года в издательстве Эксмо вышла первая книга тетралогии «Дочь палача» Она вызвала настоящий фурор у российских читателей Затем были «Дочь палача» и «Черные монахи» и «Дочь палача» и «Принц нищих» И наконец, сейчас из подпечатного станка вышла последняя книга тетралогии «Минус дочь палача» и «Ведьмак» Все эти книги – настоящие бестселлеры мировой остросюжетной литературы